ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полностью совпали с прогнозом правительства. Так, в апреле этого года выпуск готовой продукции предприятиями страны был в три раза больше, чем отметило статистическое ведомство. Остается надеяться, что экономический рост заметят и обычные граждане, а не только Росстат. Таможня и добро. Не прекращаются споры вокруг новой схемы взымания пошлин для товаров иностранных интернет-магазинов. Напомню, его представила Федеральная таможенная служба. Документ предусматривает 2020 года взымание пошлины с любой интернет-покупки. Это вызвало волну негатива со стороны экспертов и рядовых покупателей. Поэтому в правительстве прошла разработка новой схемы. По ней снижение с 1 тысячи евро до 500 евро в месяц отложат до 1 января 2019 года. А уже с июля 2019 порог может составить 100 евро за посылку при отсутствии месячных ограничений. Не сложно догадаться, что основными пострадавшими от таких изменений будут европейские и американские интернет-магазины и их покупатели. А вот с Китаем интернет-торговлю Россия намерена еще больше развивать. ВТБ и Алибаба групп ведут переговоры о создании совместного предприятия. Правда, получить подтверждение ни у одной из сторон коммерсанту не удалось. Благодаря партнерству с Алибаба ВТБ рассчитывает получить возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, использующим азиатскую торговую площадку. Ну а китайская компания намерена заручиться страховкой от рисков при обнулении в России порога пошлинного ввоза зарубежных онлайн-покупок. Это не первая попытка империи Джека Ма найти партнеров в России. Ранее Алибаба группы ввела переговоры со Сбербанком. Но, как пишет Financial Times, компании не сумели согласовать принцип работы совместного предприятия. В итоге Герман Греф сделал выбор в пользу партнерства с Яндексом. Первая партия продуктов со знаком «Сделано на Кубани» отправилась с конвейера завода в Абинске. Местный творог, масло, молоко, кефир и сметана одними из первых в регионе будут красоваться на полках магазинов с ярким символом качества. Сельхозпредприятие района на неделю посетила глава региона Вениамин Кондратьев. А после перспективы развития муниципалитета губернатор обсудил с местными жителями. Подробности в сюжете Марии Крошной. Каждый день в этих цехах готовы перерабатывать до 50 тысяч тонн молока. После масштабной реконструкции завод заработал на полную мощность. Свежий йогурт и кефир отправляются не только на прилавки магазинов края, но и в санатории, детские сады и школы. К столу здесь теперь могут также предложить Абинский чечил, брынзу и сулугуни, рассказывают главе региона. Во время рабочего визита Вениамин Кондратьев специально заезжает на предприятие, чтобы оценить, как налажено производство. Вся продукция исключительно из кубанского молока. В качестве не дают усомниться и сами сотрудники завода. Вы сами кушаете то, что делаете? Вкусный, настоящий и полезный, да? Но это самое главное, потому что я знаю, что продукция пользуется спросом вашего производства. И, наверное, это самое важное, что можно здесь сказать. Потребитель сам определяет, что вкусно, что полезно, но и доступно. Оценить кубанцы уже давно смогли и качество ягод из Абинского района. Вот, например, одно из первых фермерских хозяйств края, где выращивают столовые сорта винограда и земляники в закрытом грунте. В теплицах солнечная ягода созревает на три недели раньше срока. Это весомый аргумент в пользу экономики, отмечает Вениамин Кондратьев. Своего покупателя уже давно завоевало и сельхозпредприятие по соседству в хуторе Ириванском. За последние три года здесь произвели больше 22 тысяч тонн яблок, слив, алучи, персиков и черешни. Губернатору показывают базу хранения. Сейчас там почти 8,5 тысяч тонн фруктов. Сегодня импортозамещение, так называемые санкции, они помогают нашему сельхозтоваропроизводителю выйти на рынок. Вот если откроются границы, вы способны будете конкурировать с аналогичными фруктами из-за рубежа? Способны, потому что мы уже новая тара, новая тара деревянная. Глазка, вся другая, сейчас чипа. Ставим линии, поставим, диссортировать, сейчас посмотрим. Станок, который картон требует от нас в сети. Самое главное, чтобы сельхозпроизводители края были уверены в том, что когда завтра границы откроются, санкции снимутся, мы должны ни в коем случае с рынка не уйти. А своей продукцией хозяйственной остаться. Остаться и уже никого вне санкций на рынок и края, на части нашей страны не пустить. Потому что наша продукция, она будет конкретно способная, она будет высокого качества, она будет красиво упакована. На самом деле потребитель, уже житель и края страны, покупая, проголосует за кубанскую, по крайней мере, нашу продукцию. За счет увеличения площадей садов и повышения урожайности предприятие планирует выйти на производство фруктов до 30 тысяч тонн в год. Цифры вполне реальные, уверены аграрии. Несмотря на то, что Абинский район больше славится своими металлургическими достижениями, жителям удалось заложить фундамент конкурентоспособного сельскохозяйственного центра, а еще приятного места для отпуска. Во время рабочего объезда главе региона показывают новое место для привлечения туристов. Добраться туда можно на плоту через реку. Зона отдыха ничуть не уступает европейским курортам, поделился впечатлениями Вениамин Кондратьев. Надо иметь и талант, и настолько огромное желание для себя, или для людей, как для себя, чтобы создать такие места, создавать такие места. Это все от хозяина зависит. Насколько он хочет это сделать, насколько он желает сделать так, чтобы обычные территории, где-то вот такие незрачные, превращались в такие места, любимые уже жителями, и стали массово посещаемыми. По темпам развития Абинский район сегодня занимает 13-е место в рейтинге края. Только за последний год муниципалитету удалось привлечь около 5 миллиардов рублей инвестиций. При этом бизнес готов вложить в развитие территории еще больше, докладывает Вениамину Кондратьеву уже на традиционные встречи с активом. В Холмской даже есть целая площадка, где планируют возвести несколько промышленных предприятий. Но вот инвесторы пока туда идут неохотно. Проблема с энергетикой, затащить туда. Приходят инвесторы, говорят, все хорошо, логистика великолепная, потому что проходит трасса Краснодар-Новороссийск, рядом железная дорога, рядом дорога на гидроузел на Федоровку и другой выход, но нет энергетики. Это, в принципе, у них промзона. И на эту промзону готовы зайти те, кто потенциально создаст новые предприятия, значит, новые рабочие места и потенциально налоги, которые район получит. Но тогда понимается, и с точки зрения этого, это ухущенная выгода, которая сейчас просто вот так вот. Уходит время безвразвратно, которое мы уже не наверстаем. Видите, в том числе и потенциальных налогов, которые могли получить. Я уже, я еще не подчеркиваю, даже про рабочие места, зарплаты. Что касается инфраструктуры, то единственный возможный способ, как и склад, это газогенерация. В принципе, те мощности, которые сегодня им нужны, мы способны их найти на территории региона в рамках, опять же, собственной генерации. Что касается электричества, но его здесь нет. Мощностей не хватает, просто физически не хватает. На сегодняшний день резерв мощности составляет 13,6 мегаватта. То есть 13,6 мегаватта с учетом уже поданных заявок. Это резерв. Я еще раз подчеркиваю, газ там нужен, электричество нужно, инвестор там нужен в первую очередь. Инвестор придет тогда, когда площадка зафункционирует, и все, коллеги, весь вопрос занимается. Договорились. Когда Андрею Анатольевичу и четко смеся с главой района, и понимание должно быть, что нужно, чтобы там появился и свет, и газ. Все, что необходимо, уже пришел инвестор. Решение проблемы дефицита энергетических мощностей даст новый толчок к развитию муниципалитета, уверен Вениамин Кондратьев. Ведь потенциал сегодня огромный. Промышленность, сельское хозяйство, туризм, проекты успешно реализуются во всех этих отраслях. А значит, по темпам экономического развития у Абинского района есть все шансы стать лидером в крае. Почти во всех регионах страны упали цены на продукты питания. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития. Как считают в Центробанке, инфляцию удерживает умеренный спрос. Эксперты Росстата отмечают, что в целом за май в годовом выражении инфляция составила 2,4%. Больше всего подешевели огурцы, помидоры и бананы. Почти на 17%. А вот стоимость непродовольственных товаров, особенно топлива, весной увеличилась на 2,5%. В ближайшие месяцы цены продолжат подстраиваться под сформировавшуюся стоимость нефтепродуктов, отмечают аналитики. И еще от Росстата. Он опубликовал данные о доходах россиян. Судя по статистике, в мае они упали на 9%. В номинальном выражении доходы населения в прошлом месяце составили 30 438 рублей. Это все же на 4% выше, чем годом ранее, однако меньше, чем в апреле. Таким образом, рост реальных доходов населения практически остановился и составил всего 0,3%. Минэкономразвитие, в чем подчинение теперь находится Росстат, прогнозирует рост реальных доходов населения в 2018 году на уровне 4%. Повышение НДС разгонит инфляцию уже осенью, хотя поправки в налоговый кодекс вступят в силу только с января 2019. Бизнес заранее сформирует подушку безопасности. В этом сходятся многие эксперты, в том числе и Владислав Варшавский, с которым мы обсудили эту тему на неделе. Владислав, здравствуйте, спасибо, что смогли с нами пообщаться. Потому что тема очень сложная и полемичная. Одни говорят, нужно повышать, другие говорят, нет, давайте подождем. Вообще, сколько можно ждать и правда ли, что НДС повлияет на повышение, наверное, на рост цен? Безусловно, поскольку НДС все-таки это косвенный налог. А косвенный налог, как известно, он находится в цене практически любого товара. Понятно, что у нас есть различные формы и системы налогообложения. Но, тем не менее, очень много предприятий, особенно предприятий крупного бизнеса, они все используют так называемую общую систему налогообложения, в которой, собственно говоря, существует такой вид налога, как НДС. Налог на добавленную стоимость. Услуги тоже могут вырасти? Безусловно. То есть, если мы говорим о крупном бизнесе, то здесь практически 99% случаев речь идет об НДС, о наличии НДС. Понятно, что существуют определенные механизмы возмещения, компенсации, но это для бизнеса больше, это не для простых граждан. То есть, мы понимаем, что повышение ставки НДС автоматически увеличивает цену товара конечного. НДС – это налог, который остается в регионе, либо он уходит в центр? Нет, это федеральный налог. То есть, получается, на крупные инвестиционные проекты, инновационные, которые правительство обещает за счет него развивать в том числе, да? Ну, в том числе и да. То есть, НДС, как известно, один из ключевых налогов, который формирует в целом у нас бюджет Российской Федерации. Потому что это налог, который практически в любой хозяйственной операции содержится, осуществляемый бизнесом. В любом товаре находится НДС. То есть, абсолютно везде. То есть, неважно, даже какой товар не возьми, какую услугу не возьми, везде этот НДС практически содержится. В той или иной форме. Когда можно ждать первых таких попыток повышать цены? Потому что сейчас, в принципе, сегодня Центробанк обозначил позиции. Мы, в принципе, не вышли за тот таргет, который он определил. То есть, пока инфляция находится на том уровне, который Центробанк обозначил. Когда следует ждать повышения цены, на ваш взгляд? Ну, бизнес крупный готовится все-таки к таким моментам достаточно заранее. Поэтому я думаю, что постепенно, вот в ближайшие полгода, мы увидим небольшое повышение цен на основные товарные группы. Потому что, действительно, бизнесу необходимо будет также совершать закупки, не испытывать дефицит оборотного капитала. А понимаете, сами прекрасно, что повышение ставки НДС на 2% пункта, это уже приведет к дефициту оборотного капитала. Потому что нужно будет закупаться, закупаться, опять же, по более высоким ставкам в новом году. Бизнес пойдет в сторону банков или просто будет сокращать производство, увеличивать цены? Какой будет, скорее всего, использован сценарий? Я думаю, что, скорее всего, ну, конечно, безусловно, там все зависит от отраслевой принадлежности и конкретной конъюнктуры рынка. Но в среднем по больнице, если можно так выразиться, все-таки будет решение в сторону увеличения цен небольшого. Коррекции цен, безусловно. Это еще не все деловые факты. Далее расскажем о том, сколько будет стоить бензин в нашем регионе. Оставайтесь с нами, будет интересно. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. В начале недели стало известно, что нефтяники получат поддержку правительства. Правда, касается это только небольших нефтеперерабатывающих заводов мощностью до 600 тысяч тонн. В их число, кстати, входит и Афибский НПЗ. Из-за налогового маневра такие предприятия попали под угрозу закрытия. Поэтому правительство решило вернуть им около 45 миллиардов рублей. Напомню, в начале июня кабинет министров из-за резкого роста цен на бензин применил так называемый налоговый маневр. Он заключался в отмене вывозных экспортных пошлин на нефть, снижении пошлин на 5% в год в течение 6 лет, а также введении отрицательного акциза на нефть для нефтеперерабатывающих заводов. В итоге цены на топливо хоть и замедлили бег, но по-прежнему вызывают недовольство россиян. Так, активисты Общероссийского народного фронта фиксируют увеличение числа жалоб, поступающих на горячую линию. По итогам мониторинга, Кубань в пятерке регионов с самым дорогим топливом. Изменение цены повышения на бензин возможно при увеличении стоимости самого сырья, при таком же курсе рубля, также при уменьшении ослаблении рубля при стабильных ценах на нефть. По данным Росстата, с декабря прошлого года цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95, а также дистопливы, показали рост почти в 10%. Больше всего этим обеспокоены жители Южного федерального округа, так как дорогое топливо может отразиться на сельском хозяйстве и туризме. Кстати, на Кубани цена на топливо побила исторический рекорд. Бензин 98 марки подорожал на 5 рублей за месяц. Таким образом, впервые стоимость литра этого топлива превысила 50 рублей. По данным Краснодарстата, на 18 июня стоимость бензина марки АИ-98 и выше составила 50 рублей 22 копейки за литр. За правиться 92 можно будет по цене 43 рубля за литр, а вот за 95 придется отдать 46 рублей и 48 копеек. Добавлю, что последние две марки топлива набрали за последний месяц по 2 рубля, а их высокооктановый родственник сразу 5. Ранее пессимистичные прогнозы спровоцировали рост цен на экспортный товар, обнадежил аграриев ячмень. Уборка этой озимой культуры идет как раз сейчас полным ходом, и показатели неплохие. А по этой культуре аграрии судят о хлебе. В этом году к уборке ячменя приступили на две недели раньше срока. Треть площадей в Краснодарском крае уже убрана, а средняя урожайность культуры составила 59 центнеров с гектара, сообщает Минсельхоз региона. Если погода аграриев не подведет, уверены в министерстве, убрать озимой получится в оптимальные сроки. Много труда было сюда, средств людских и материальных вложено. То есть сейчас в данный момент уже все зависит от погодных условий. Пройдет нормально налив, то есть получим, я думаю, не меньше урожая, чем в прошлом году. Такая же картина сейчас на полях в еще 19 районах края. Всего косилкам предстоит обработать более 126 тысяч гектаров ячменя. А после на очереди и пшеница. Перспективы сбора пшеницы на Кубани видятся очень хорошими. И в этом регионе ИКАР ожидает урожайность, близкую к рекорду прошлого года. Но в целом урожай на юге будет ниже прошлого года. В Ростовской, Волгоградской областях и Ставропольском крае засуха скажется гораздо сильнее. Год назад по подсчетам Росстата России собрала рекордные 135,5 миллион тонн зерна. Из них пшеница 85,8 миллион тонн. Вино не виновата. Ведомости пишут, что российские компании могут лишиться льготных акцизов. А это, между прочим, одна из наиболее эффективных мер господдержки. Сейчас в Минэкономразвитии идет обсуждение данного вопроса. Напомню, что пониженная ставка для ВИН с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения действует уже полтора года. Правительство создаст благоприятные условия для развития виноделия в России, которые одновременно не должны противоречить нормам международного права. Зачем России соблюдать правила ВТО, когда экономика страны все еще под санкциями? В этом нам помог разобраться Олег Толмачев, начальник управления Министерства сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Здравствуйте, Олег Владимирович. Интересно сейчас проходит событие, в том числе и винодельческой отрасли. Вообще у нас очень многие меняются правила игры. Но вот именно этот акциз льготный, который помогал последние полтора года развиваться и винодельческой отрасли, и вообще туристической, которая создания, конечно, гастрономических и агротуров, очень сильно подтолкнула экономику нашего региона. Вот как вы, как специалист, оцениваете такие слухи? Это еще не точно. Мне очень нравится, что это слухи. Надеюсь, они ими останутся. Да, я очень надеюсь, что это слухи, они ими останутся, или те, кто будут принимать решения, все-таки взвесят все за и против. Потому что на самом деле такая легкая-легкая преференция отечественным производителям. Я хочу подчеркнуть, что в первую очередь вину это сельскохозпродукт, и люди его делают, живут на селе. Так вот, эта легкая преференция, которая еще всего лишь полтора года действует, она помогала увеличить площади виноградников и создать инвестиционную привлекательность в отрасли. Не хотелось бы, чтобы это исчезло. Потерять ее, да, получается? Ну, было бы неправильно. Ну, и настрой, я думаю, виноделов, конечно, будет совсем другой, совсем другие инвестиции потекут в эти хозяйства. Ну, не все происходит мгновенно и сразу. Есть некий запас, лак во времени. То есть, по-прежнему, если уже люди пошли в дорогу, они будут закладывать виноградники. Ну, на самом деле, менять так правила игры, вот это вот год, это очень мало. Год, полтора, два. То есть, с моей точки зрения, это должно действовать, ну, как минимум, там, лет пять, для того, чтобы отрасль как-то адаптировалась сначала к этим. А потом уже вести разговор о том, чтобы уравнивать со всеми в ВТО. Хотя мы хорошо знаем, что по другим товарам, продуктам мы совершенно игнорируем какие-то правила. И вот почему-то вот вино попало в такой разряд, что надо приравнивать. Ну, вот если говорить о том, что потребовалась поддержка на мировом уровне российских вин, нам что, мало стало российского рынка, мы не насытили его? Нет, я думаю, что вот продажи вин на мировом уровне, это такая имиджевая составляющая, потому что мы занимаемся экспортом всего лишь 2% от объема. И больше это так, показать, что... Мы страна не только медведи, да? Да, да, да. Мы есть там, там нас признают, там хороший вин, нас там ценят и принимают. Соответственно, ребята, вот смотрите, мы умеем делать вин. Для многих потребителей в России это очень важно. Говорить о экономической эффективной составляющей, пока экономической заинтересованности именно экспорта, наверное, пока еще рано. У нас свой рынок бесконечный, и мы все-таки завозим сырье. Мы завозим, если смысл вывозить. Но это каждое предприятие решает самостоятельно. И, конечно же, хорошо, что наши вина потихонечку выходят и где-то стоят на полочках везде. И в Европе, и в Азии. Но это не есть задача и главная доминанта для развития виноградской 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 России. Банк России будет бороться с финансовыми мошенниками вместе с силовиками, контролирующими оргами и муниципалитетами. На Кубани эта работа уже выстроена, сообщает пресс-служба регулятора. Достигнуто соглашение между Южным главным управлением Банка России и Администрацией края по обмену информации, а также представителями МВД, прокуратуры, Управления Федеральной налоговой службы и Роспотребнадзора. Задача чиновников на местах – собирать информацию о недобросовестной рекламе и передавать ее в отдел по борьбе с нелегальной деятельностью Центробанка. Там она проверяется специалистами регулятора на признаки мошенничества. Если такие будут найдены, то эксперты Банка России напрямую отправят выявленные случаи силовикам. Таким образом, получится предотвратить развитие финансовых пирамид и других видов мошенничества в регионе. Ранее дела возбуждались только по факту обращения потерпевших, когда злоумышленники уже исчезали из своих офисов вместе с деньгами. О том, какие схемы были выявлены во время работы такого отдела, расскажет Алла Храпунова, заместитель начальника Южного главного управления Банка России. Алла Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что к чемпионату мира по футболу очень серьезно подготовился Центробанк. И приложение – это одно из таких элементов подготовки. Расскажите более подробнее, какое оно, как оно помогает, и в том числе нашим болельщикам, которые из других стран приехали. Мобильное приложение называется «Банкнота Банк России», и оно содержит информацию обо всех купюрах, которые находятся и обращаются на территории России. Само приложение очень интересное и интуитивно очень понятное. Каждому человеку, не только гостям нашей страны, но и всем жителям будет очень интересно посмотреть и полистать. Получается, все купюры, которые у нас в обращении, мы сможем увидеть и разглядеть очень подробно. Там рассказывается обо всех визуально изображениях, картинки, которые изображены на банкнотах. Можно нажать, открыть, посмотреть, узнать, что это за изображение, откуда оно, что оно обозначает. Можно посмотреть историю выпуска купюры, год модификации. Ну и, конечно, самое интересное, то, что вы отметили, приложение подробно рассказывает о признаках подлинности банкнот. Банкноту можно с помощью этого приложения понять, как ее повертеть, посмотреть на просвет, наклонить, пощупать. И каждый признак, который будет виден при таком использовании банкнот, вы сможете уже понять. И, получается, без каких-либо специальных устройств вы сможете понять, есть ли этот признак подлинности банкнот или нет. Что очень интересно, и вы тоже это отметили, голосовое сопровождение. Это впервые сделано английский язык и русский. Я думаю, что английский язык как раз нашим гостям очень поможет познакомиться с нашими банкнотами и быть более уверенным в том, что за купюра у него в руках. Мне кажется, россиянам тоже будет очень интересно, потому что там такие интересные события, интересные личности изображены на купюрах. Очень многим будет просто полезно более узнать. Как мы часто все разговариваем, вот что это большой театр, что это за мост, где летит чайка. А приложение уже покажет и расскажет более подробно, где что можно искать. А если говорить о том, что очень последнее время, ну вот перед чемпионатом мира по футболу, многие стали говорить про мошенников, которые могут усилиться к чемпионату мира. Расскажите, пожалуйста, какие вот меры Центробанк предпринимает, чтобы не получилось, чтобы наши гости были огорчены такими ситуациями. Вопрос нелегалов на финансовом рынке, он давно наблюдается Банком России, работа проводится. Но именно сейчас оно выведено в такую актуальную проблему, поскольку мы видим, насколько нелегальные участники финансового рынка нарушают интересы не только кредиторов, вкладчиков, населения, но и легальных участников финансового рынка. Именно поэтому Банк России проактивную позицию занимает и с 1 января текущего года во всех главных управлениях страны, а их 7, во всех главных управлениях созданы отделы противодействия нелегальной деятельности. Итак, что же такое нелегал? Нелегал – это компания, которая оказывает финансовые услуги, услуги на финансовом рынке без соответствующих разрешений, без лицензии Банка России или же если они отсутствуют в государственных реестрах, которые ведет Банк России. Ну и по традиции завершаем выпуск новостями в футбольной тематике. Сбербанк обменяет краснодарцам мелочь на памятные деньги Чемпионата мира по футболу. Сама акция по обмену памятных монет и купюр будет проходить 10 дней до 29 июня. Правда, участвуют в ней не все офисы. Эту информацию нужно будет уточнить дополнительно, сообщает пресс-служба банка. Монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей можно обменять на памятные в номиналом 25 рублей. И также памятные купюры номиналом 100 рублей. Сделать это можно будет без какой-либо комиссии, говорится в сообщении Сбербанка. Это были самые интересные деловые факты этой недели. Оставайтесь в Кубань24. Всего доброго. До свидания.